В Сыктывдинском районе открыта первая библиотека нового поколения, или как ее еще называют, модельного формата. Самому учреждению 115 лет, и хотя зданию, в котором она располагается, немного меньше, ремонта здесь все-таки ждали давно. Удивляют читателей, здесь готовы не только яркими дизайнерскими решениями, но и передовым подходом к библиотечной деятельности. Подробности в репортаже Анны Зубревой. Яркие стеллажи, современная техника, светильники в стиле модерн. Сотрудники Зеленецкой библиотеки сами с недавних пор ее не узнают. Если раньше читатели брали книгу и тут же уходили домой, то сейчас у них наверняка появится желание задержаться. Благодаря грамотному зонированию тут появилась детская зона, место для свободного чтения, отдельная территория для творчества и общения, и даже конференц-зал. В нем оборудуют мини-студию звукозаписи. Сельчане смогут принимать участие в создании аудиокниг и устраивать настоящие концерты. У нас есть самодеятельные группы, играют на гитарах, может какие-то концерты большие организовывать, типа квартирника. Изменилось все кардинально. То есть, если сейчас читатель придет в библиотеку, который постоянно ходил, он не узнает. Современная библиотека – это не только место для чтения. Здесь можно творить на мастер-классах, играть в настолки, проводить квизы и встречи с интересными людьми. Библиотекари не против и детских дней рождений. В стенах, казалось бы, по всем стереотипам самого тихого места на планете. Модернизация, кстати, обошлась региональному бюджету в 3 миллиона 860 тысяч рублей. Конечно, для коллектива 90% того, что здесь сегодня происходит, это все в новинку. И что-то сейчас будет нарабатываться опытным путем. Поэтому я уверен, что сейчас к новогодним каникулам библиотека уже выйдет на крейсерскую скорость. В учреждении появился доступ к высокоскоростному интернету и само компьютерное оборудование. Но главное здесь, конечно, книги. К имеющемуся фонду, а он насчитывал 11 тысяч экземпляров, докупили еще более тысячи. Часть из них – это книги с дополненной реальностью. Также в Зеленце оформили подписку на Литрес и сделали выход в Национальную электронную библиотеку. Теперь уж точно каждый найдет что-то для себя. Я уверена, что именно такие библиотеки будут центрами притяжения и взрослых, и молодых, и подростков притягивать книгами. Это уже седьмая открытая в 2020-м модельная библиотека в Коме. В целом, на этот год запланировано открытие 15 таких объектов. И министр культуры заверяет – темпы власти будут только наращивать. Все-таки те учреждения, которым еще предстоит переход на современный лад, насчитываются сотнями. Анна Зубарева, Роман Боровиков, Юрган, Сыктывдинский район.